Доброго времени суток, с вами Данил Добров. Сегодня я вам расскажу о российской предстоятельной системе ROSA Director Fresh R11. Данная предстоятельная система достаточно легко ставится, как и Ubuntu, Linux Mint. Конечно, у основного немного отличается, но в целом это российский Linux. И проблем с переводом тут нет, так как все на русском. Достаточно давно пользуюсь. У меня стоит процессор i3, вот тут Intel. 4 гига оперативной памяти. Этого вполне достаточно, чтобы работать в этой предстоятельной системе. Вот такой вот интересный маркет приложений, где достаточно много всяких разных приложений. Все по категориям, можно найти нужные приложения. Достаточно удобный маркет по сравнению с другими Linux. Давайте посмотрим то, что тут стоит по умолчанию. Например, стоит тут хорошенький файловый менеджер. Что тут я еще могу сказать? ROSA основана на самом тяжелом рабочем окружении. Одним из самых тяжелых это кода, плазма. И поэтому, после того, как вы установите ROSA, я рекомендую, если у вас слабый, конечно, компьютер, как у меня, процессор i3, зайти в настройки. У меня сейчас нестандартная тема. Вот. Оформление рабочей среды. Можно тут подрегулировать тему оформления. А нам нужно для оптимизации поведения рабочей среды. Открываем. После этого, как прям в Windows 7, 8, 10. Тут надо отключить все графические эффекты. Снимаем все галочки. И потом внизу нажимаем на кнопку применить. Вот, например, эффект разбрасывания окна в стороны. Давайте, допустим, его отключим. И нажмем применить. Все. Настройка применена. После того, как мы отключили все эффекты, можно зайти в другие пункты, посмотреть, настроить, например, блокировку экрана. Вот, внешний вид блокировки можно настроить. Тут я все оставил по умолчанию. Только убрал подсказки, всплывающие подсказки для оптимизации. Из приложений я поставил, например, с браузера Vivaldi, какие тут пакеты поддерживаются. RPM пакет называется. Допустим, открываем файл-менеджер. Вот загрузки. Вот я устанавливал. Вот Skype я устанавливал. Но, к сожалению, Skype лучше устанавливать через системный репозиторий, так как RPM пакет Skype тут не пошел. Зависимости не совпали. А вот Vivaldi я полностью установил с официального сайта в виде RPM пакета. Также я устанавливал и Яндекс. Ну, по-моему, Яндекс там по умолчанию тоже можно поставить через графический установщик. Также, если брать команду терминал, тут тоже все стандартные клавиши работают. Ctrl-Alt-T является окном терминала. Терминалом я все-таки тут пользуюсь. Например, для установки флаг пакетов, которые тут тоже, кстати, работают. Сейчас я покажу, что такое флаг пакета, если вы не знаете. Тут я можно поставить абсолютно любой, любое вот это приложение. Конечно, есть вероятность, что что-то из этого может не пойти. Ну, допустим, чтобы установить какое-то из этих приложений, ссылку я на этот маркет оставлю в описании. Давайте сейчас я его еще раз кратенький обзор. Выбираем какое-то приложение. Копируем вот эту вот ссылочку. И после этого ее вставляем просто в терминал. Все. После этого будет установка. Какие линуксы поддерживают, вот можно посмотреть. Большинство линуксов, как мы видим, поддерживает данные пакеты. По умолчанию, кстати, тут все белое. Вот. Более обычную тему включил. Вот так все это будет выглядеть. Я, по-моему, все без инструкции пошло на Россо. То есть сразу вставляем ссылочку, и все сразу работает. А вот все, пошла установочка. Все, вот установка пошла. Приложение будет потом установлено. Потом это приложение появится тут в приложениях. Если это игра, то, скорее всего, появится в играх. Вот так же я сюда поставил VirtualBox. Всякие для разработки приложений. Все тут есть. Игры. Все работает. Также я сравнивал этот линукс с мх-линуксом. Вот я поставил скайп. Все тоже работает. А не деск, и вальди. Все работает. Обычно, если что-то не работает, я это сразу удаляю. Ну, все уже, кстати, пакет, как видите, установился. Чтобы его запустить, нужно взять отсюда команду. Вот сейчас мы его уберем, копируем. Выдал ошибку. Может, от суперпользователя. Видимо, нельзя это запустить. Закроем терминал. Ctrl-Alt-T. Откроем снова. И запустим. Чтобы вставить из терминала, используем комбинацию Ctrl-Shift-V. Вот, запустилось. Все, как видим, работает. Вот сейчас мы видим, сколько потребляет операционная система при записи видео. И еще при открытом браузере. Вон, сколько вкладок. Не так много, но все равно. Так, я сравнивал этот Linux с IMX. Сейчас я открою этот файл. Вот сейчас у меня при куче открытых вкладок потребляет система 3 гигабайта. Также я сравнивал эту операционную систему с IMX. Браузер потребляет 1,30. Firefox, разумеется. Браузер 1,55. Ну, немного отличается. Оперативная память потребляет 1 гигабайт после оптимизации. До оптимизации где-то 1,15 гигабайт. Вот. Тут же всего 765. Ну, примерно. Просмотр видео тоже, опять-таки, в браузере. Видео 1,5 гигабайт до 2 гигабайт. И тут немного побольше, 2,5 гигабайта. В одном и том же качестве, там, хайди. Максимальное, среднее качество. Примерно так и получается. Запуск 2 минуты 55 секунд. Запуск MX 1 минута 40 секунд. То есть запускается код гораздо дольше. Даже если вводить пароль быстро и так далее. Все равно получается где-то около 3 минут. Но зато, вот я еще сравнивал гонки. У меня максимально потребляет после оптимизации ROSA 1,74 гигабайта. Ну, а тут же самое вот гонки. 1,5 мегабайт. Ну, гигабайт тут видно. 1,45 гигабайт. Ну, примерно. По-моему, максимально там все-таки 1,50. Я сюда еще не ставил клиент Steam, так как просто более... Ну, я тоже проверял Steam тоже на этой операционной системе раньше. Данная операционная система подходит, как минимум, для процессора и третьего. Так как и для 4 гигабайта, им нужно 4 гигабайта оперативной памяти. Если у вас меньше всего этого, то ставить данную операционную систему я не рекомендую. Лучше поставить MX и HVSE, она будет работать гораздо лучше. Если у вас 2 гигабайта оперативной памяти, процессоры ниже i3, то эта операционная система лучше вам подойдет. Хорошими функциями то, что тут очень много предустановленных приложений даже есть. Всякие Point, More, там всякие... LingerOffice по умолчанию тут стоит. Интернет по умолчанию. Тут два браузера. Я оставил только Firefox, кроме он был еще. U-Torn Client. Это я все сам поставил. Nidesk, Vivaldi. Все, в общем, работает. Тоже, как мы видим, дизайн рос очень похож на Windows 7, 8, 10. Очень много общего. Вот утилиты системные. Палькулятор, консоль. Все это есть. Система. Все тоже есть. Вот есть встроенная утилита. Создание ISO образов на флешке. Собственный защитник. Паролей. Еще дополнительный по безопасности. Ctrl S. Так, вот. Открываются запущенные процессы. Давайте посмотрим, что у нас запущено. Вот UBS, вот Vivaldi. Предположим, у нас запущен браузер, которым мы постоянно пользуемся. Изменить приоритет процесса. Вот видите, какие тут приоритеты стоят. Мы ставим их немного пониже. Я рекомендую на тяжелое приложение ставить приоритет пониже. Например, браузер. При этом браузер не начинает плохо работать. Все работает абсолютно так же, как и при обычном режиме. Я рекомендую все вот так вот понизить. Ну, можно, конечно, запись оставить обычную. К тому же она тут от пользователей root. Вот у меня стоит все, как изначально стояло. Я ничего не менял. Так называемый кодекс. Вот он. Онлайн. Это видеоредактор, который я тут использую при монтаже видео. Я в нем тоже изменил приоритет процесса. Это я рекомендую вам сделать в тяжелых приложениях. Вот. Уменьшаем. Вот прям можно максимально поставить. Все. И после этого используем данное приложение. Все будет абсолютно хорошо работать. Просто систем будет меньше зависать и так далее. К сожалению, оптимизация в росте по умолчанию не очень хорошая. Но если вы вот это все сделаете, она будет работать гораздо лучше. И в целом работает достаточно стабильно. На этом я заканчиваю свое видео. Обязательно подпишитесь на мой канал. Подпишитесь на мои сообщества. В ВК, Фейсбук или даже Яндекс Мессенджер. Я тут тоже создал свой канал. Ссылки будут все в описании. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok